Всем привет народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите Можисплей канал и мы продолжаем проходить фанатскую кампанию от маппера Iron 1516. Как и всегда, напоминаю, если вы на канале впервые, то подписывайтесь, нажимайте на колокольчики, ну и про лайки не забывайте, это нам сильно поможет. Ну, давайте перейдем к брифингу теперь. Пока мы сражались против Альянса, с северных регионов поступила тревога о том, что в наших северных землях заявился новый враг, Империя. Теперь нам предстоит захватить их наблюдательные пункты, благодаря которым они передают информацию о нас своим главнокомандующим. Итак, что у нас в третьей миссии? Игрок 1 и игрок 2. В равных условиях. О, уже интересно, не только я буду, да, чем-то интересным заниматься. Различия могут быть только в заблокированных и разблокированных юнитах. Ага, то есть все-таки у нас будут какие-то различия. Так, в смысле, мы уже не в равных условиях, автор, ты как-то заблуждаешься, ну ладно. А, игроки... Ну, наверное. Да, наверное. Игроки помогают друг другу на воде, строят базу на воде, но при желании с помощью спутника можно разворачивать строение на суше. Окей. Не стреляйте в наблюдательные пункты, отмеченные маркерами заданий. То есть вообще даже стрелять в них нельзя. Главная задача. Захватите все наблюдательные пункты, а только потом уничтожайте врага. Если появится такое задание, не уничтожайте врага, если нет активного задания изначально. Это как? Ну ладно. Let's get ready to rumble! Рванули. Ну, посмотрим, что за равные условия. Да-да, типа, вы будете в равных условиях, но у вас будут абсолютно разные юниты. И у кого-то будет одни заблокированы, а у кого-то другие. Ух ты. Ого, как темно. Киров! Киров! Репортинг! Это Кирова. Ой, а чё так быстро? Это чё такое? А-а-а, это же имперские, я уже забыл чего-то из-за строения, в общем. Да, у них обычные турели могут быть модифицированы в ВП-блохе. Ну, а Кирова так просто так они не должны развалить. Наверное, он лоу-хп-шный был. Верковый. Короче, нам говорят, здесь много турелей. Мы поняли. Здесь больно. Да. Пехота сюда не ходи, только танками. Или самолетами. Самолетами можно. Если нам будут вертолеты, это всё. Я чисто буду спамить вертолеты-каратель. Ну, они УП-шные. О-о-о! О, акулы дали. А казарма зачем? А ты посмотри на карту. Ну, большая. Так, не понял. Где? Ага. Так, что надо сделать? Захватить острова. Да, поуничтожать всякое говно, да? Так, есть сухие доки. А подожди, а как мы захватим сухие доки без... А? Ты глянь на это. Я вижу. Ты чё охренел, сукин ты сын? Я тоже с этого офигеваю. А, у меня акула есть. А, кстати, да. У меня тоже оказывается. Я только сейчас понял. А, у меня их две. Понял. Да, есть две акулы. Поначалу помогут. Так, ну, уже интересно. Справа прокачка есть. Правда, не знаю, кому. Так, у меня рядышком есть радар. Ой, там стрекозы. Захватите радары дальнего действия. Надо радары забрать. Сухой док. А там, подожди, у него есть генераторы наночастиц. Три штуки. То есть он может дефаться очень классно. Прикольно, прикольно. А, это же дополнительная задача, да. Так, ну, АЭС. По классике. Вот, там снизу сухой док для тебя есть. Я видел. Так, интересно. А казарма, казарма, где же сделать казарму? Хороший вопрос. Да нельзя на воде оставить. Ну, почему я и клоню. Ой, строй певохи. Видишь, маленькие роботы летят. Да вижу. Стрекозки. Там пево надо. Они же прицепятся и все. И будет РИП. Да я помню, как они работают. Так, с другой стороны цепляется. Поехали. У нас проблемы, Ковальски. Получит. Нормально. Нормально. Переобулись. Ну, я что-то строю там. У нас доходы общие, кстати, или нет? У тебя сколько денег? 5 тысяч. 5-200 у меня. Значит, возможно, общие. Так, значит, я делаю голиафов. Понятно. Давление растет. ПТРГ сложил шоу. Получены новые картины. Какого-то подвесили. Какой-то подвесили. Так что они так нападают? Алло. Тесну можно делать, кстати. 15 тысяч. Может, это чистая прибыль так сделала? Да нет, нет. Это нам просто тупо денег дали. Насыпали. Сказали, нате, для наших лучших сотрудников. Наши великолепные компании. ООО пиздюли. Ну, тогда... Я даже не знаю, что делать. Скаты? Наверное, скатов надо делать. А пола о дредноуты. А я спутники могу делать. Подожди, нам же сказали, можно вроде строить спутники. Нет? Ну, да, дредноуты. Сейчас буду делать дредноуты. Это топ. Дредноуты будут развивать пиздюлины всем. А, царь, ты что, ты можешь делать, нет? Могу. Так поставь на базе тесну. Да сейчас стою. Пусть стоит. Что-то мне прям вообще плохо. Ну, давайте эти субарины отправлю. Может, помогут, а может, и нет. Да не, нормально. По крайней мере, посмотрим. Так, можно еще кран заделать. И, кстати, я бы заделал. Агент противника. Пусть этот агент пойдет гулять. Это кто, кстати? А, это синоби. Маленький, большой китайец. Так, наблюдательные пункты. Блин, у них там силовая башня стоит. Угу. Все под контролем. Да, спутник в любом случае надо будет строить. Угу. О! Магнитная буря. Давай. Схемы порядки. Мы в пути. Так, ну поехали. Электричество на халяву. Что-то больно делают. Даже быстро. А что так больно? Что-то раш с катами не удался. Что-то как-то... Скаты меня абсолютно разочаривают. Давай дредноуты тогда. Так, ну у нас есть каратели. Да? А, это я не строил аэродром, извини. Если есть каратели, значит нет проблем. Правда, это японцы, а у них турельки в пвошке переделываются. В этом проблема будет. Но небольшая. Надо будет как-то на выехать на сушу казармы сделать. По захватывать вот эти вот нефтяные вышки и прочее говно. Конечно, вообще карта интересная. Много чего есть. Да. Но эта карта такая, на полчаса минимум. Ты куда? Ты куда поехал, дурак? Стреляй издалека. Мы только полные идиоты могут пойти против нас. Только полные идиоты могут пойти против нас. Это да. То есть мы. То есть мы против сами себя, да? Да, да. Так, вроде как на меня тоже пошли влетать. Да, ты смотришь, сколько там их идет. И у всех бафы. Ну, я понял, катушки Тесла. Катушки Тесла. Это ожидаемо. Блин, они мои дредноты в фокусе, тот тварь. Так, ну, Тесла, думаю, зарешают. Или нет. Так, давай каратели. Ох, ё-моё. Тебе помогает, да, я вижу? Да, не знаю. Вроде пока суббориды работают. Ну, дреднот один выжил, это нормально. Так, захватите радары. Надо их захватить и не уничтожить случайно. Надеюсь, мы их не уничтожим. Подожди, захватите. А кем я тебе захвачу это, ё-моё? С инженером. А сборочный цех не могу. А где эти инженера заделаю? Казарму негде ставить. Ну, спутником. Там у меня нет спутников. А, они есть. Всё. Отмена паники. Отмена паники. Синоби плывут. Мерзкие создания. Надо будет пулеметик еще наделать. Надо согласен насчет мерзких созданий. Так, первую цель я обезопасил. Можно залетать. Не надо не спилить, но там орудие защитник. А тут очень даже ничего. Так, дредноуты. Давай помогу. Ну, у меня есть два дредноутов. Ну, так, пользуюсь ими. Это они только вышли. А я не знаю, не пролезут ни оттуда у меня. Должны. Нет, не пролезут. А может и нет. Так, ну чё, делаем казармы. Зато каратели выходят у меня, будь здоров. Мой энергии нет, да ладно. Так, давай сюда. У тебя тут ложка твоя что ли стоит у меня на базе? Да. А я думаю, я продам. Можешь продать. Ну, просто, типа, она мне энергию все съедает. Так, и даже, и как там включить пассивную тактику? Снизу, возле иконки юнита, дополнительно приказы, и охрана тактика, альтез. Не, мне пассивную надо. Хотя... Хотя... Да куда? Нет. У меня дредноут завис. У меня дредноут завис, дурачок, уходи. Ну, ё-моё. Ладно, минус дредноут. Может, у вас найдется еще минутка. Понимаю. Ну, стреляй тогда. Ну, там Юрика. Где? Там Омега. Там Омега, да. Да он слева бегает. Ну, скаты должны ее развалить. Или Тесла. Йоу, моя. Ага. Так, одна задача выполнена. Ох! А кем они, кем они валятся там? На сайонника на пальцах. Блин, эти... Гребаные... Ну, это дредноутый, дурачок, завис. Боевые ангелы. А, пвохами. ПВО. Только ПВО. Ну, эти, голяпы подойдут. Я, в принципе, там, вроде зачистил. Уиску в этом истребителей танков. Достаточно. Так, а я тебя сворачивать больше не могу, да? Ну, ладно. Дредноута. Дредноута завис и ничего не могу с этим поделать. Сражаться против Советского Союза. Это глупо. Сражаться против Советского Союза. Это глупо, говорит, у меня дредноут. Видимо, так и есть. Упс, деньги кончились. Да, у меня еще 6000. Как же больно он делает этот дредноут уже со звездочкой. Красава. Так. Бедный дредноут как же он зависит в стейк, просто нихрена не делает. Ладно. Сканеры в порядке. Что? Что тут такое? Кого тут подвести? Так, ну я потихоньку делал экспансию наверх. Тебе бы как-то вниз проехать. Ух, в процессе. Вот эту цель бы выполнить тебя. А он и Юрика? Да. Ну хотя бы она бедная несчастная дредноута убила. Ну что, отправимся. Который тут зависший был. Юрика, бей Юрика этими скатами. Нет, нет, нет. Юрика, отвали. Юра, отстань. Юра, отвали от меня. Брат следит за вами. Так, давай сюда залетим. Тут все равно нихрена нет. А, смотри, у них тут верфи. Беззащитная. Беззащитная верфи, надо уничтожать. Такая маленькая беззащитная штуковинка. Надо ехать забирать. Тут какие-то гейзеры паровые. Блин, красиво карта на самом деле задел. Конечно, работать и работать еще над красотой. Тут есть кое-какие косяки типа вот этих вот текстур. Но все вам красиво. Так, что у нас дальше? Так, слушай, у меня тут куча этих ресурсных точек, которые даже практически не обороняются. Я тут сейчас сверху могу тупо проехать. А, не, не работает. Да ладно. Почему? Она, видимо, слабая, да? Ну что, отправимся в путешествие. Давай. Попробуем. Ребятки, мы в деревне. Там ангелы, да. Тебя бы этих скатов с собой. Ой, там еще владыка Они. Как прекрасный этот мир. Ну что, куда отправиться? Удобим гидру мировой контрреволюции. Давай немножко пошмаляем. Я всегда на чехоте готов. Надо, значит надо. Надо, значит надо. Это да. Ну все, работаем. Так, плюсы для гастранса и электростанции нужны. Ну скаты это, конечно, не эти. Наземные. О, там есть операторы ПКТС, их можно забрать. Прикольно. Так, ну этот поверху потихоньку прохожу. Там ничего такого опасного нет. Ёб твою мать! Что? В ладыки они? Ну да. Да кого там только нету? У тебя уже своя атмосфера, да, грубо говоря? Вообще классно там. Ладно. От дреднота я пойду погуляю. И там опять Юрика вылезла. Чисто на чили, на расслабоне. Она, кстати, к тебе идет. Да, пусть идет. Ай, минус подлодка. Ну я их клонил. Сейчас там они шмаляют все. Кому не лень? Ну что-то никто не справляется. Ну попасть не могут. А ведь когда-то я был профессором. Теперь-то не профессор. Ах! Так, интересно, когда в ПКТС можно забрать как-то? Я бы забрал. Надо спутника завернуть нафиг, построить эти грёбами. Военный завод уже спал. Кстати, военный завод. Вот этот ты мне напомнил, я совсем про них забыл. Но это надо делать, это вот тут хотя бы. А-а-а-а! У меня же есть вот эти. О, тебе дали оператора ПКТС. Где? Вот в самой жопе мира. Я не знаю, зачем он тебе нужен. Ну, в принципе, спасибо. Я просто дам мне двоих дадут. Так, тут бабки. О, основу ты, конечно, интересно тащишь. Да, ты, конечно, молодец. Ну, вертолётики. Да все, я убил уже. Ну, картолётики-то такое. Так у нас приспечу, нет, танки болоты, серпы и все, это все, что есть. Мало. Хоть что-то. Да нет, это мало. Это очень мало. А то есть каратели. Ну, каратели-то да, это типа, он видишь, что они делают? Кады-кони просто. Ну, что, каратели делают? Просто на похер все выпиливают. Мне кажется, им больно, но тем не менее. В большинстве в своем они-то делать все на похер. Так, 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 что еще у меня есть? Юрику каратели завалят, интересно, быстро. Юрика... Ну, так нормально. Каратели, ну, должны развалить. Наверное, одного потеряем. Ну, при нападении потеряем, а ну, думаю, сделают. Каратели вообще ОП. В боевые ангелы ОП. Не, боевые ангелы, ну, вообще, если так посудить, японская здесь фракция, она самая дисбалансная. Так, там, кстати, помнишь, да, базу нельзя уничтожать, пока мы не выполним цель. Я помню. О, у нас железный занавес есть. Да. Оттолку от него немного. Пока что. Так, у меня в какой-то веке начали появляться деньги. Может, потому что... Ничего. Не, у тебя не появляются? Они появляются и сразу уходят. Ну, так посмотри, сколько у меня ресурсных точек. Ну, да, я никак отсюда не вылезу. У тебя просто ближе к берегу. Да ладно. А у меня тут что-то... О, а слава богатителя где-то, а что-то... Ну, это он зря. Ну, ничего, я тебе помогу, не переживай. Все, по-хорошему, надо же выходить и валить всех, знаете. Это ты здравую мысль придумал. Сейчас буду тебе помогать. Так, радары дальнего действия. Значит, НАТО вперед к победе коммунизма. Ё-моё. Все по местам. Не посрамим нашу доблестную армию. Какой ужас. Ну, сборочный цех, кто? Вот это было, конечно, опасно. Противник атакует сборочный цех. А, где? Куда? Камикадзе. А, ну да. Вызваны вот эти туши. О, смотри, там идет. Где? А врагов? Ну, так это танчики обычные. Да, не совсем обычные, они... Мне же это... Блин, Юрика, да это тенгу. Да, точнее, цунами, извини. Это обычные танки, они слабые. Они слабые. Типа, это не опасность. Вот эскадриль вертолетов-карателей, вот это опасность. Как говорится, I am the danger. Кстати, дредноуты тоже говорят, Россия владычи самарей. Да, тут... Просрали локализацию. Причем тут Россия? Когда тут идет Совет, Motherfucking Union. Так, ну и тут делать еще одну соль. А, а то кони! Да, нормально, они же не атакуют воздух, не переживай. Ой, это хорошо. Это типа у тебя самый лучший плюс. А вот Юрика атакует. Так мочи Юрика. В чем проблема? Так, ну что, поехали выполнять цель. Раз наш комрад не очень спешит, веселится, так сказать, развлекается на полную катушку. Будем выполнять цели мы. Да. Так, наблюдательный пункт готов. Ух, там денег слева. Вот, хочешь денег? На, забирай. Как говорится. Капец там турелек у него. Там слева я маркер поставил. Там дофига денег. Одни контейнеры с деньгами. Свои зоны генераторы, наверное, частицы. Ой, сколько там денег. А я их все равно забрать толком, никак не могу. Ну, вертолётика засадить какого-то юнита. Или скин. Голиафика. Ну, голиафика, да. И засадить на вертолёт и вот так сделать. Можно так. Сейчас попробую проскочить. А, не, ни хера. А чё там? В принципе, можно. Там, там, грёбаные боевые ангелы. Это не проблема. Ну, не тогда, когда там ещё есть. Да, ну, мои юниты приехали, не переживай. Раз приехали, мы ребята, значит, они всё порешают. Ну, так вот сейчас заделаем. Так, получается, у неё самая база снизу где-то, да? Сложность. Да ёбаные красоты. Ух, тому они бедняги. Такой пиздов сейчас получат. Ну, это их проблема. Нефиг было быковать на Советский Союз. Ну, добей-то его. Другое дело. Когда у нас есть каратели, вообще ничего не опасно. Просто, если ты видишь миссию, в которой идут каратели, ну, знаешь, что это миссия лёгкая априори. Так, ну и дредноут, если можно делать, это тоже, как бы, показатель хороший. Просто каратели универсальные, они и ракетами, и пулемётами шмаляют, так и плюс ещё могут перевозить. Не только технику, а ещё и, блин. Ещё и могут перевозить пехоту и технику. Вообще жесть. ОП-шная, ребята. Так. Чё там такое? А, вы решили... Вы решили снести мою базу, вы чё охренели? Не-не-не-не, нельзя так делать. Так, чё мы делаем? Надо ещё захватить вот эти цели. Давай турлики посносим. У них, походу, юниты сразу максимальный уровень был. Да, Иван? Да, нет. Да. Или просто-то не такие ходят. То они вроде прокачиваются как-то. Не знаю. Ну, типа, вроде нет. Вроде не должны выходить прокачанное. Так, денег дофига. Надо уже пушить, слушай. Погнали, у меня 80-ка. А есть? Ну, нормально. У меня каратели вон как всё разваливают. Да, каратели, да. Только, блин, эти грёбаные боевые ангелы. Ну, сейчас голиафы порешают вопрос. Какие проблемы? Да ёпас это, я только одного убил. Тут он опять прибил, прилетел. Так, ещё надо уничтожить вот эти вот, да? Генераторы наночастиц. Но это не сложно. Это делается вот так. Ну, если они достанут. Если нет, то это хреново. А ну-ка, дредноуты достаёте? Да они, беды Харвеста разваливают. Не, они не достают. Слушай, это хреново. Ну, тогда вертолёты, каратели. Вообще, я могу ещё сказать. Я всегда на страже социалистических завоеваний. Парам-пам-пам. Я это люблю. Вертолёт и каратель убивают всё живое. Ты гляньте, какую грязь они делают. Это просто ужас какой-то. Так, делаем ещё инженера. Точнее, даже двух можно инженеров заделать. Кстати, можно даже миги делать. Но я после того, как у нас открытые варианты делать карателей, вообще не вижу смысла делать миги. Абсолютно нет смысла. А, у них тут тоже вертолеты, кстати, есть. Так, это чё, захватите. Да, у них есть боевые вертолеты. Там какая-то цель ещё есть небольшая. Швейцарский банк. О, прикольно. Им деньги капают за это. О, ты наконец-то на землю приехал. Класс. Да. Не прошло и десяти лет. У меня штурмовые медведи, военные инженеры. Дорвально. Отлично. А у тебя чё там? У меня штурмовые медведи инженер, да. А, так же? Так же, так же. Ну, смысл в них ноль. Здесь честно по секрету скажу. Побольше из тебя. Так, куда ты попёр, дурак? Садись. А ведь когда-то я был профессором. Профессор. 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 Садись, садись, садись. Кто, нового инженера? Каратель на свете. А, захват, захват. Блин, не про канал захват. Ну ладно, верхнюю базу не захватили. Бывает. Ничего страшного. Рано или поздно мы добьёмся своего. Каратель на свете. Приказ ясен. Так, эта цель готова. О, ты деньги забрал наконец-то? Молодец. Молодец. Хороший мальчик. Так, а надо швейцарский банк убивать или нет? Мне это интересно. Блин, а как бы хотелось выйти каратель запихнуть этих. Гранатометчиков. Каких? Тут они не так же, как в СНС-шке работают. Какие гранатометчики? Ну, Юрика, обычные, из спеха и из казармы. Тут нет гранатометчиков. Ну, чтобы каратели дополнительно ещё и с гранатометчиками были. А, ты имеешь в виду как в Ярске Кейна, да. Не, вроде так нельзя. Типа, чтобы они ещё ездили и стреляли, да? Ну, это прям вообще-то чё. Чить верно было бы. Ладно. Так, ещё вертолёты. Больше вертолётов, богу вертолётов. Инженеры боевые. Так, надо заходить ещё нижнюю точку и верхнюю, получается. И всё. За нижние, иду уже. Верхнюю сейчас я снесу, кстати. Они, походу, бессмертные пункты эти наблюдательные. А, или нет? Уберите этот бусор. Просто похоже на то, что бессмертные. Так, захватил? Угу. А теперь надо, говорят, уничтожить имперскую базу. О, ну, теперь, наконец-то, время экшона резня. Время для мать её резни. Наконец-то я тех падал могу, смогу убить. Ура. Ведь меня задолбали. Так, каратели, 30 штук заказывается. Десяток дредноутов заказывается. Намёк понятен. А хотя бы, подожди, какой десяток дредноутов они ещё не сделал здесь. Они не хватит. Хотя, могут истать отсюда, свои базы. В принципе. Хотя, не, вряд ли. Короче, каратели. Каратели, это наше всё. Я ненавижу этих боевых ангелов. Ну да, тут надо, получается, делать этих галяпов. Десяточек заделаю. Ой, могу у тебя строиться. Давай военные заводы. Давай Тесла. Да, там в воде Кионе идут. Давай Тесла. Э, Тесла сейчас наделаю. Нормально будет. Только они мимо идут. И пусть идут. Они идут на цель, по идее, на нашу. Или не знаю. Чем надо. А что нам нас с генератором? Частистой сделать. Да пойду, что ж этих надо. Написано, что ж лимперскую базу. А швейцарский банк захватить, да? Захватить острова. Ну его можно уничтожить. Кстати, у Юрика пытается развалить цель. Но ни хера не получается. Он старается, пыхтит. Юбка аж вздымается вверх. Ну хрен тебя. А где? А уже и нет. Забудь. Когда у меня куча карателей, здесь никого нет больше. Команда 3-1, вот такой угроза. Сюда и дальше. Так, что можем делать? А молотый, ну пойдет. Два десяточек сюда. Так, каратели выходят. Да, выходят отлично. Но бы так почаще. В принципе тебе, скорее всего, ничего не придется делать. Ты сам все сделаешь, да? Нам нужно спешить. Да давай помогу, господи. У меня дофига карателей. Why not? А что, ты будешь захватывать этот швейцарский банк? Да пофиг, давай уже миссию выполним. Ну давай. Уже все же готово. Осталось только добить. Осталось, так сказать, лежачего добить уже и все. Ну тем более даже ничего делать. Он идет дефать свои вот эти вот генераторы наночастиц. Не знаю, на кое хрен они ему сдались. Ведь его прям основную-основную базу разваливает, но... Наверное, ему обидно, что его супероружие умирает. Кстати, сейчас миссии может заблагать. Ну, кстати, да. Он же же писал, создатели этой карты, да? Она свернулась перед тем, как мы ее уничтожили. Он писал, типа, если у вас будет считаться, что вы проиграли, это, типа, нормально. Нет, другое. Там, типа, станция свернется. Ага. Перед тем, как этот... И типа, вам не будет засчитываться, чтобы вы победили. Ну да, да, я же говорю, типа, может засчитаться поражением. Или игра может вылить. Нет, вообще может ничего не засчитаться. Ну да, может игра просто дальше будет. А, или типа вообще просто ничего, да? Да. А, ну, по идее, у нас это произошло, потому что основную задачу мы выполнили. Уничтожьте базу. Ой. Я шевцерский банк уничтожил. Так не доставайся же это никому. Ну, пойди, сейчас у нас то же самое будет, да? Не засчитается. Возможно. Потому что основную цель мы уже выполнили. Сейчас только дополнительно идет. Что это тут у нас? Ситуация под контролем. О, это ты вовремя придумал. Да я так по приколу. О, я свои вертолеты выкинул. Ну, он просто ходил под вертолетами. А ладно, пофиг. Блин, не успел. Тут еще пачка вертолетов, насрать. Ну, это, конечно, было забавно, на свои же вертолеты взять и слить. Вот такие вот спецспособности у Советского Союза опасные. О, это они все выполнены, да, основная нет. Но мы ее выполнили. Ну, по факту, да. Потому что Айрон писал, что, типа, он может не засчитаться. Но, считай, если бы вы ее выполнили, все уничтожили на карте, то вы, по сути, выполнили. А, ну, о, о, о. Ладно. Ну, нормально. Мне подходит. Нет, слушай. Это не все потненькое. Ну, не потное. Вот у меня, на самом деле, вообще чилл был, по большому-то счету. Вверх потихоньку двигаешься, понимаешь, в чем проблема? Я бы эту карту усложнил еще. Как усложнил? Вот, например, первый игрок в моем лице двигается наверх по карте. Сейчас, да, немножко фидбэку дам создателю, что как это можно немножко разнообразить или сделать более хардовую версию. Короче, вот у игрока первого есть вариант пройти вот сюда поверху карты и захватывать точки ресурсные. Но там, кроме двух каких-то обычных турелек имперских, ничего нет. Если бы там были... Зато снизу охереть как. Зато снизу охереть так, да. Я бы сделал так, чтобы первому игроку тоже было потно, потому что у первого игрока, по сути, челленджа нет. У второго игрока челленджа. Его там атакуют, просто на прессуют. Ну, потому что он находится под базой врага. А вот первому игроку не хватает челленджа немного. Я бы сделал больше каких-то бронетных сооружений. Сделал бы какие-то казармы и военные заводы, может быть. Сделал бы парочку военных этих верфей, из которых бы альянсовские войска выходили прям чуть ли не по КД, чтобы это было сложнее. Потому что, вот, например, мы с Венитером пытались пройти вот эту миссию. Миссия императора. Вот эта миссия потная. Так что, Айрон, советую тебе ее скачать. И, может быть, воодушевиться ей, да. Типа, если ты будешь какие-то еще кампании делать. Потому что эта миссия император, она очень потная. Вот ее как раз бы понерфить, на самом деле, немножко, чтобы сбалансировать сложность. Потому что тут какого бота не ставь, хардового, не хардового, насрать, все равно будет потно. А твоя карта, третья, она классная. Но, мне кажется, можно ее немножко усложнить. И, в принципе, сильно не пострадать от этого вся карта. Потому что мы криворукие игроки. Что я, что ледитер. Мы очень криворукие. И для нас, как для криворуких, пройти... Я бы, если честно, когда мы только начинали эту кампанию, я был настроен максимально скептически, что мы вообще сможем ее пройти. Хотя бы первую миссию. Но, по факту, у тебя кампания довольно легкая получилась. Посмотрим, что там будет в Альянсовской кампании, конечно. И в Японской, где ты писал, что она прям мега жесткая. Но кампания Советского Союза прям легкая. Это классно, на самом деле. Может быть, это типа разогревочная была, да, перед настоящими кампаниями. Но, мне кажется, компанию советов можно еще немного разнообразить. И, честно, как-то не хватает перед каждой миссией каких-то... Не только роликов, да, вот этих вот под музыку. Вот музыки, во-первых, на фоне не хватает в миссиях. И не хватает субтитров. С объяснениями, что происходит. Вот зачем мне, как игроку, читать, сворачивать игру, читать на плейграунде, например, или еще где-то там, да, в папке с картами. Основные задачи. Если можно сделать субтитрами. Я знаю, это можно сделать. Это и в кампании 3-го редалерта есть, и в фанатских картах. Можно прямо перед картой субтитрами, перед началом катки субтитрами написать цели твои. Потому что целостность именно кампании теряется. Мы проходили эти 3 карты как карты, а не как кампанию. Вот такой мой фидбэк. Пожалуйста, дайте дышать. Тебе не понравилось то, что я хочу, чтобы карты были сложнее, да? Нет, мне нравится то, что они были бы сложнее, но дайте дышать реально. Вот сверху дофига. Мне что бы выходить? Раз, два, три. Там еще... Или сделать на базе у второго игрока нефтекачалок, там, штуки 4 хотя бы. Тогда смотри, можно было бы вот как у тебя сверху сделать. Вниз так же продолжить. Ну, я говорю, да, можно карту немножко продлить. Главная база была бы по центру. Да, да, чтобы у тебя тоже было... Так было бы неплохо. Ну, типа, просто продлить карту можно. А то, по факту, второй игрок тупо рашит базу. Типа, там вдвоем такое, если ты там один приказ из парт. Я же говорю, потому что у меня недостаточный челлендж. У меня абсолютно нет сопротивления. Делаешь вертолеты-каратели, и все, они сусят все там живое. Ну, ладно. В целом, по компании довольно прикольные. Но надо еще доработать. Если это твой первый проект, офигенно получилось. Очень красивая карта. Особенно вторая карта, она была просто офигенная. Там, город как-то сделал, просто шик. А если ты сам, конечно, его делал, а не просто взял с компании, карт повыдирал прям блоками город. Если ты прям сам все делал, это круто. Очень крутые карты. Мне понравилось. Но можно их еще немножко доработать. Улучшить, так сказать, проапгрейдить. Как-то так. Работай. Ну, а мы вернемся тогда, получается, в компании Альянса. Посмотрим, что там у тебя получилось.